Рад приветствовать вас, друзья, братья и сестры, возлюбленные Господом. Какие мы счастливые люди. Мы самые счастливые люди на земле. На самом деле это так. Я ехал и подумал, какие бы проблемы у меня не случались, я реально понимаю, что все эти проблемы, они настолько маленькие по сравнению с Иовом. Очень маленькие. Поэтому надо реально просто осознавать, что Бог слишком любит нас. Он не дает нам испытаний больше, чем мы можем выдержать. Первое Торинфе нам 10.13 так говорит. Но всегда и вовремя дает подкрепление, чтобы мы могли выдержать. И это просто чудо на самом деле, друзья. Нам не надо расслабляться, думать, что никаких проблем в жизни у нас не может быть, раз мы кругом Бога окружены. Проблемы в этом мире могут быть. Спасибо большое. Могут быть. Но мы понимаем реально, что все эти проблемы, они ничтожны по сравнению с тем, что испытывали, например, первые христиане первоапостольской церкви. Кто-то им завидуют в чем-то. Но если посмотреть на реальную их жизнь, она же была страшная по сравнению с нами. Мы на самом деле слишком комфортно и вольготно живем. Мы настолько окружены любовью и заботой нашего отца. Любимого. Кто-то из вас скажет, но может быть Иов выдуманный герой. Почему ты так утверждаешь, что мы должны себя сравнивать с ним? Ну хорошо, давайте возьмем Павла. Или любого из апостолов. Апостол Павел каждый день шел на смерть. Каждый день шел на смерть. Каждый день он сам шел на рожон. Его иудеи даже договорились вообще голодать. Представляете? Толпа людей, религиозных фанатиков. А я много раз был в Израиле, я видел таких вот. Которые договорились вообще голодать бесконечное время, сколько угодно, пока его не убьют. Представляете, в каком состоянии апостол Павел не просто жил, а шел и проповедовал в Евангелии. Иисус, Он спустился с небес, Он оставил всю славу свою. Вот в этом смысле, продолжая книгу Иова, я ее вижу по-другому совершенно, чем раньше ее видел. И то, что случилось с Иовом, все потерял абсолютно. И детей своих. Я вижу это, как прообраз Иисуса Христа. Он тоже оставил всю славу небес. Всю! И здесь родился, как обычный человек, в хлеву, еще и в непотребном месте, в корыте для еды животных. И замечательная книга. Я вижу много здесь по-новому. то, о чем я раньше говорил вам, что вот 13-го, в каком тут стихе, значит, когда, да, 13-й, правильно. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. Вечеря. Прообраз Вечеря. 18-й стих то же самое говорит. Прообраз Вечеря. Именно у первородного брата, не у какого-то другого. Вокатый стол. Все шикарно. Собралась драгоценная семья. 7 братьев, 3 сестры. Да? Маленькие детишки. Ну, разные, наверное, не только маленькие. Дети. Столько детей было. Здесь ничего не говорится. Ну, разве могут, когда мы собираемся семьи на Новый год или на какой-то другой там большой семейный праздник, на юбилей папы или мамы, да? Обычно все дети вместе. Представляете, сколько там было родных людей? В каком состоянии они были? Они наслаждались каждым мгновенем этого праздника. Они радовались, они веселились, они дарили друг другу любовь, они смотрели на этих маленьких детишек. Ну, кто-то, может быть, там пальчиком грозил и говорил и воспитывал кого-то. А кто-то из старших детей наоборот помогал, чтобы не мешали, чтобы дали возможность отдохнуть родителям, вот этим братьям, сестрам, сыновьям Иова. Вот в такой обстановке уникальной сатана, хитрец, лжец, наглец, он подготовился к тому, чтобы именно в самый лучший приятный момент так больно ударить. его цель и задача была одна. Доказать Богу, что Иов не даром служит Ему. что это меркантильно, что это не любовь к Богу и неблагодарность Ему безвозмездно, что Бог кругом оградил его. Но вот сейчас ты мне разрешил Бог и я сейчас этот нож в спину первый как сажу в самый неудобный страшный момент вернее самый приятный момент сделаю его самым страшным и ты увидишь вся такая внешняя любовь весь этот антураж Иова к тебе сразу рассыпется от шока который он испытает он проклянет тебя мы смотрим на эту историю и размышляем всегда ли мы одинаково с благоговением и почтением относимся к Богу или как вот этот православный верующий который залетел в храм в Перевеславле и начал все бомбить крушить когда спросили почему он обиделся на Бога что тот ему не ответил на молитвы возмущенный понимаешь ты че это Бог ты че не отвечаешь на молитвы ты же обещал ты обещал давай отвечай а иначе молюсь понимаешь время трачу на тебя вообще перестану и мы иногда ведем себя как маленькие дети перед Богом почему ты мне не даешь бывает так зажмем его к стенке чуть ли не нож к горлу нет он Бог он всемогущий Бог он любящий нас Отец давайте мы прочитаем с 13 по 19 стих и сегодня поговорим как раз об этих самых страшных минутах и был день когда сыновья его и дочери его пили вино и ели первородного брата своего и вот приходит вестник Иову и говорит валы орали и ослицы послись подлине как напали сорияне и взяли и отроков поразили острием меча и спасся только я один чтобы возвестить тебе еще он говорил как приходит другой и сказывает огонь божий упал с неба и оболел овец и отроков и погравых и спасся только я один чтобы возвестить тебе еще он говорил когда приходит другой сказывает халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли а отроков поразили острием меча и спасся только я один чтобы возвестить тебе еще этот говорил приходит другой сказывает сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего и вот большой ветер пришел от пустыни охватил четыре угла дома и дом упал на отроков и они умерли и спасся только я один чтобы возвестить тебе страшные вещи титайши думаешь если переложить на сегодняшний день может быть даже более таком скромном масштабе сидишь в церкви тут радуешься вышел на улицу а машины нет кто-то угнал пошел сел на автобус тут какой-то лихой алкоголик ба-бах лоб в лоб и все кто в троллейбусе умерли ты на это дело все смотришь один жив остался вроде перекрестился радуешься благодаришь господа приходишь домой а дом сгорел ничего не осталось ну и так далее да можно развивать эту фантазию даже одно из этих событий привело бы в шок нас да как нам трудно тяжело принимать такие вещи чисто по-человечески мы вы знаете что мы переживаем сейчас ну скажем вот эти проблематичные по здоровью моменты нашего сына и на самом деле я категорически не согласен там с врачами что они там пытаются диагнозы разные ставить кучу там лечения ему придумывать и прочее прочее все ну понятно подросток 12 сантиметров в год рос метр девяносто один вымахал у него просто не успевают эти кровеносные сосуды эти нервы они просто не успевают за его ростом кто-то говорит что не надо его пить ко всем вы можете его залечить хотя мы нет я вообще спокойно я бы вообще его не лечил я вообще бы наста я понимаю и маму все разумно должно быть нет вопросов я с чем-то согласен и надо отдать тоже она и пихает лишних лекарств а так легенькие какие-то но я убежден что это все проблемы роста я доверяю господу и верю что все это он пройдет и преодолеет и то конечно мы сильно переживаем у нее вот там пульс сошкаливает я две ночи не спал нормально переживаю за ребенка ну ребенок же ему 15 лет он вымахал здоровый хоть вот так вот на него смотришь но ребенок есть ребенок вы сами понимаете это один только момент один факт а что случилось у Иова это просто разрыв мозга я не знаю как это обозначить насколько это страшно то что произошло у него и вот сатана он настолько хитер он лжец он все придумал так чтобы ну ну вот вывести Иова из нормального состояния чтобы у его не было даже мгновения одуматься держать себя в руках и говорить господи я все равно доверяю тебе ты все равно благой я все равно люблю тебя как в песне поется несмотря ни на что ни на какие проблемы мой Бог достоин славы когда мы не стоим на этой ситуации мы еще не испытаны в таких страшных проблемах бывает что мы срываемся не обязательно в отношении Бога в отношении друг друга иногда и у меня это происходит да когда происходит череда каких-то страшных событий и ты обсуждаешь или просто вот с подростком а он там быкует против что-то не согласен категорически я чувствую подходит раздражение и иногда даже времени хватает для того чтобы ты себя просто сдержал в руках и так далее а здесь одно за одним событие за событием он все сатана так искусно сделал он не позволял он бы мог растянуть вот эти вот трагедии одна другой отделить по времени вот чтобы там иов узнал откуда это известие по почте прислали смс и так далее нет один за одним заходит и каждый говорит вот это вот это вот это вот это один еще не закончил другой уже приходит и говорит такая еще трагедия бабах удар как кувалдой по голове бабах это что-то страшное скорее всего конечно сама история она немного помягче как я предполагаю я высказывал вам предположение что его все-таки эта фигура наверное он был такой но он не совсем был такой гротескно здесь в писании все увеличили увеличили многие вещи ну скажем такие вещи сделали красивыми описание его богатства да 7000 овец там 3000 валов и ослов да 500 пар таких то есть все ровно все красиво у бога вообще все красиво вот я просто удивляюсь насколько бог любит нас друзья это это непостижимо это невозможно понять человеческим умом насколько он любит нас я очень люблю рассматривать разные его творения и вот сейчас увидел рака такой рак интересный красивый очень но то какие у него способности он может различать своими глазами 20 тысяч цветов человек и близко ничего этого подобного не может вот этот рак какой-то в море живет зачем ему это все у него такие здоровые глаза вот выходит из головы и он имеет 360 градусов вращать как хочет у него зрачков я не знаю сколько он там этими зрачками в разные стороны что он там ими делает вот показывают это это что-то можно просто о нем рассказывать часами насколько это красивое уникальное потрясающее творение божье зачем зачем он создал такого рака скажите мне зачем каждая снежинка одна от другой отличается своей красотой неповторимость только одна цель он любит тебя он хочет чтобы ты смотрел на эти творения божьи и восхищался ну ладно рак ну зачем снежинки каждая одна от другой ни одна не повторяет друг друга ну зачем мы все равно их не видим мы их видим только через микроскоп снежинки так можно ну да ну наверное на солнце да можно так увидеть насколько он создал красивый мир для нас насколько он заботился о том чтобы мы оценили его творение он об этом пишет что не надо мудрствовать и умствовать что вы там не видели бога вот живой бы пришел обнял поцеловал тогда бы поверил вот вам творение и столько смотрите и наслаждайтесь настолько все красиво вот вы посмотрите сейчас весна скоро начнется я в ожидании и как всегда моя любимая сны полезет я ее буду кушать пачками в ней больше всего белка ты еще сушеную не съел да и вот вдумайтесь прежде чем дерево дает плод что у него появляется что появляется перед плодом цветы цветы кругом цветы цветы зачем зачем ну сразу новый плод вылез и все зачем цветы только по одному он хочет чтобы мы наслаждались чтобы мы влюблялись в него больше и больше чтобы мы ценили эту красоту зачем такая вселенная огромная ученый который установил что радиотелескоп о том что вот эти звезды и всякие эти самые они все расходятся во вселенной что подтверждает что бог сделал все это из одного атома путем взрыва и вот она вселенная и она расширяется и триллионы звезд этих зачем только для одного бог хочет чтобы ты убедился окончательно как он тебя любит он все делает красиво потрясающе и вот происходит такая ситуация в жизни Иова да сатана же он лжец он хитрец он наоборот сделал все для того чтобы Иов разочаровался в боге на основе своих плотских чувств проклял его и тогда Иов вернее сатана прав как он сказал недаром недаром он недаром тебе служит ты оградил его кругом ты всем его благословил ты все ему дал все хорошо но чуть-чуть ты коснулся его забрал хотя бы то что ты ему дал и все он тебя сразу проклял я господин мира я знаю лучше психологию людей ты не знаешь бог ты в эйфории в какой-то витаешь в облаках и ничего не соображаешь а я знаю никакой человек не будет тебе добровольно просто так даром служить любить тебя зачем ты кому нужен все люди реальные даешь что-нибудь получаешь он тебе в ответ не даешь до свидания он все сделал для того чтобы Иов проклял его и как Исаия 21 4 говорит отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня второе эти беды все пришли одновременно и это страшно и цели были одни чтобы Иову показалось что Бог выражает ужасное к нему отношение недовольство им чтобы у Иова это произвело сильное раздражение на Бога второе у Иова не было времени на размышления и он не смог взять себя в руки убедиться в разумности все-таки благодатного смирения что нужно почитать Бога несмотря ни на что чтобы у него не было какого-то перерыва отдуматься от каждой этой трагедии чтобы он в конце концов разъярился так что проклинал только Бога нам друзьям нужно осознавать что мы живем в этом мире и к сожалению какие-то испытания скорби могут быть у нас в нашей жизни и я радуюсь и горжусь тем что у нас все прихожане зрелые все родные мои братья и сестры слава Богу тот же пример сестры Тамары которая испытала такие трагедии но при всем при этом смотрите как Бог ее благословил у нее есть радость на сердце любовь она продолжает любовь дарить она не обозлилась на Бога не огорчилась не стала бунтовать против Него и для нас это огромный пример друзья огромный пример и большое благословение даже когда у тебя происходят какие-то скорби но если ты доверяешь Богу Он дает тебе радость слава Богу третье беды отняли все что он имел казалось бы чисто по-человечески они положили полный конец всем его радостям и подробное описание вот потерь соответствует приведенному в начале этой главы сообщению о размерах его состояния и как я уже говорил о том что у Иова было пятьсот пар валов пятьсот ослиц как написано в стихе 14-15 вы можете посмотреть чисто по-человечески он бы мог обидеться и разозлиться на своих слуг столько сразу ослиц и валов увели эти сириане мог бы там я не знаю просить кого-то собрать как Авраам в свое время и пойти войной на этих сириан поперебить их всех возможно это были какие-то местные там грабители которые жили этим ограблением но на самом деле сатана все делал для того чтобы Иов подумал что это конкретное божье нападение божий гнев конечно же сатана всегда находит каких-то людей грешников которые не гнушаются вот такими делами и поэтому да это он возбудил желание у этих сириан сделать это нападение ограбить Иова следует заметить также что при всех проблемах мы отмечали это что сатана действовал в рамках того что позволил ему Бог но поскольку он имеет такую возможность влиять на людей мы помним что Евся на второй главе написано что он дух действующий в сынах противления то он использует конечно таких людей у его также было 7000 мелкого скота имелись пастухи которые укаживали за ним и опять же в стихе 16 написано что в одночасье он лишился всего от удара молнии конечно его в душе что мог подумать сразу эти севиане виноваты там еще кто-то халдеи виноваты но огонь божий упал с неба написано огонь божий мы знаем что писание говорится что гром это голос Бога а молния это его огонь но речь идет о столь необычной молнии к тому же направленной прямо против Иова все овцы и пастухи были поражены молнией представляете если бы один или одна овца или один пастух все сразу были поражены больше того они были сожжены вообще что-то подобное в писании встречалось нет только Содом вот таким божьим огнем поражен был только Содом и Гоморра так что Иов мог подумать об этом конечно это божье проклятие это божий гнев он изливает прямо на меня он хочет меня уничтожить он все добрался все сжег причем больше того он кого сжег овец я так многочисленно ему даровал свои пожертвования все сожжения такие обильные давал и он взял и уничтожил то чем я приносил ему жертвы что еще мог его подумать об этом к сожалению мы знаем сейчас видим что немало христиан которые манипулируют людьми вытягивая с них деньги любым способом вот ты сейчас полторы тысячи долларов бросишь и получишь божье благоволение и так далее обманывают собирая на Пакистан на что-то гигантские деньги миллионы долларов потом ездят на Мальдивы и так далее и так подобное но на самом деле Иов искренне и жертвенно действительно давал большие жертвы и вот то чем он благословлял Бога принося жертву всесожжения в огромных количествах на самом деле было полностью уничтожено конечно же что Иов мог подумать он мог разочароваться в Боге он мог разочароваться в своем служении Богу он мог сказать ну да наверное неугодны Богу мои жертвы зря я всем этим занимался и служение мое неугодно поэтому все не буду я ничем ему служить верблюдом 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 как я в прошлый раз сказал это как сейчас вот мерседесы верблюды это были самые лучшие для транспорта вагоны сейчас железнодорожные кто-то имеет такой бизнес у него был и вот отряды халдеев они увели верблюдом поубивали слуг если бы огонь который поразил их он поразил бы самих халдеев тогда понятно да все Бог защищает меня он же оградил меня кругом вот он действительно устроил Божий суд этим бандитам и защищает меня но все получается наоборот все эти бандиты да все что можно ослиц увели волов увели верблюдов украли все у них хорошо у этих злых людей а меня наказал за все то есть насколько сатана искусно все сделал для того чтобы Иов проклял его Бога ну и конечно самым дорогим и ценным как вы понимаете были его 10 детей я вот привел уже пример как тяжело когда просто болеет ребенок а когда его потеряешь это вообще страшная трагедия а здесь 10 и сразу и все и с внуками и с правнуками сразу бах и все и ни одного живых как это возможно вообще пережить для человеческого сердца просто уму непостижимо конечно же эта потеря была самой страшной тяжелой наверняка как любой человек его бы сказал господи ну все ты у меня забрал ладно наплевать забыть но детей хотя бы оставил ну ты и детей у меня отобрал как же ты меня ненавидишь сатана только и хотел чтобы его произнес все эти вещи страшно конечно мы помним как Давид он горевал об одном ребенке а здесь все дети погибли все погибли внезапно все одновременно насколько это страшная потеря и конечно же Иов как богобоязненный глубоко верующий человек он размышлял рассуждал но вот если бы дети в это время были на молитве и такая трагедия случилась все они в святом в святой момент как бы погибли волнения нет ну поскольку здесь простите они гуляли пировали он же все время волновался как бы они там не согрешили как бы они чего-то там не сделали не покулили бога переели может быть кто-то перепил нечаянно или еще что-то такое как бы они не покулили бога может быть он поэтому на меня так осердился поэтому конечно ему было больно и тяжело еще от этого это мы видим даже из того что когда пришли к нему вот эти друзья в том числе Вилдад они ведь искренне переживали за него они его любили и ценили и Вилдад он так и сказал если твои сыновья согрешили перед ним то он и предал их в руки беззакония и конечно Иов лишился детей именно в тот момент когда больше всего он нуждался в поддержке потому что он потерял абсолютно все вот такая трагедия произошла с Иовом и поэтому я ее сравниваю с тем как Иисус Сын Божий оставил всю славу небес родился в Хлеву как обычный ребенок в самых непотребных условиях по сути своей жил совсем скромной жизнью реально осознавая что его цель прийти и отдать жизнь свою за нас он явно будучи в семье с отчимом не имел радостной жизни он жил осознавая что наступит момент когда ему предстоит пройти служение и отдать свою жизнь за этих мертвых и он это сделал с честью наш Господь абсолютно достоин славы никогда я верю никогда вот то что было прообразом у Иова не случится в нашей жизни в таких масштабах Бог милостив к нам он любит нас но мы реально осознаем в каком мире мы живем и что всякое может случаться поэтому мы должны быть готовы принимать это с мужеством и никогда не колебаться никогда ни на секунду не сомневаться Бог любит меня Он любит меня Он отдал самое драгоценное своего единородного сына за меня чтобы я был счастлив и наслаждался в этой жизни будьте благословены